Время интервью на канале Россия 24, конечно, последние новости, и не только эти новости, но и другие мы обсудим с лидером всероссийского мото-клуба «Ночные волки», хирургом... Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мне хотелось бы, конечно, во-первых, представить тем нашим зрителям, которые, может быть, не очень хорошо знакомы с движением «Ночные волки», о том, что вы принимали непосредственно и очень активное участие в тех событиях, которые проходили в Севастополе. И в осуществлении безопасности, и в том, чтобы доставить туда гуманитарную помощь. Но вообще, я знаю, что, например, у вас на юго-востоке Украины есть много ваших соратников, много ваших друзей, которые там сейчас находятся, и, может быть, они как раз сообщали вам какие-то новости оттуда. Мы сейчас, получая только очень скудное сообщение по лентам информационных агентств, и то, что передают нам наши корреспонденты, конечно, мы очень нуждаемся в этой информации. Ну, сейчас со многими моими близкими, друзьями у меня нет связи, просто не подходят телефоны и все, либо отключены телефоны. Вот, понятно, что они где-то находятся на самом передовой, на самом пекле. Вот, если меня услышит Коля или Женек, то из города Попасное, либо вы знаете, что мы с вами, мы морально и практически физически вас поддерживаем. И вот эту связь чувствуем с вами, вот, и все практически происходит, что происходит. Вот, поэтому, хочу сказать, что вся Россия следит за тем, что происходит там, за этим беспределом, который сейчас там вытворяется. Ну, держитесь, никто, кроме вас. Поэтому здесь для меня одно только, значит, пожелание, чтобы вы остались живы. Вот, не только вы, но вообще, вы, в принципе, спасли, может быть, Юго-Восток. Да не только Юго-Восток, пожалуй, всю Украину. Потому что Украина – это часть русского мира. И это, тут проблема гораздо шире, чем просто между Украиной и Россией. Это речь идет о другом конфликте, который значит значительно шире и больше, чем просто Украина и Россия. Вот, поэтому здесь то, что русские мотоциклисты на передовой, это как бы уже становится естественным фактором. В Луганске, там блокпосты, на блокпостах сегодня находились мои ребята. Я знаю, что они в этой перестрелке, они, значит, они попали под огонь. Вот, знаю, что они там себя повели очень достойно. Вот, знаю, что они отбили блокпост. На сегодняшний момент у меня информация, что пока все живы. Вот. Ну, то есть, мы внимательно следим за тем, что происходит. И здесь мы тоже понимаем, что так долго продолжаться, ну, что мы не сможем находиться все время безучастны к тому, что происходит там. Вот. Поэтому, если уже там власть пришла к тому, дошла от того, что уже начинают объявлять свой народ террористами, что уже отправляют туда военную технику, то это уже, как бы, это уже крайняя точка, когда надо что-то делать. А, если я правильно понял, Александр, те вот ваши друзья, которые там находятся, это местные жители, да, которые входят в ваше движение. Да, да, которые входят в водоклубочные волки, не только в нашу организацию, но и просто этих людей, с кем у нас одно мировоззрение, с тем, с кем мы единомышленники. У вас много таких мировоззрений? Мы называем их русскими мотоциклистами. Это уже некий бренд, который появился, это, знаешь, как бы, как в пику, может быть, американским, по американской традициям, понимаете, которые связаны с другими вещами. Я даже заметил, вы говорите не байкеры, а мотоциклисты. Но мне это больше, мне это слово больше нравится, подчеркивает тем, что мы другие, что это, как вы видите сами, у меня название клуба на кириллице, понимаете. Поэтому здесь есть многие вещи, которые у нас очень сильно, будь внешне даже, при какой-то схожести, у нас идеология диаметрально противоположная. И у нас наши мотоциклы ходят совершенно по другим дорогам и в другом направлении. Сейчас, конечно, я хотел, у нас осталось там два дня до открытия сезона, у нас 26-го открытия сезона. И, безусловно, мы останемся без многих наших друзей, которые традиционно приезжали на открытие сезона в Москву. Что большой такой праздник, все, которые его ждут, который предваряет лето, открывает лето. И мы впервые, у нас не будет отсутствовать большая часть Украины, которая всегда приезжала к нам на открытие сезона. Традиционно теперь проходит в первые выходные, сразу после Великого поста. Ну, наверное, не просто из-за того, что оттуда сейчас трудно выехать, но из-за того, что они не могут сейчас в данной ситуации оставить свои семьи, оставить своих близких. Дело в том, что, конечно, семьи они уже свои оставили, потому что они все на баррикадах, они забыли про все. Про работу, про бизнес у кого был, про все. Они все сейчас, все находятся сейчас на блокпостах. Потому что сейчас все понимают, что это единственная возможность оставить право быть русскими. Оставать свое право быть русской Украиной. Понимаете? И они не уходят, они не покинут. Я знаю, что Славянск точно, это как Новый Севастополь, как Севастополь сейчас вот этого периода. Это город Славянск. Даже не сам, даже не Донецк, и не Харьков, а именно Славянск. Такие города, как Попасная, Славянск, Родина Стаханова и так далее. И они были, почему-то, самым активным центром сопротивления вот этого, ну, по сути, сопротивляющего унижения. Что народ, который имеет принципы, и который готов к своей принципу лечь, этот народ непобедим. Я вот давно хотел с вами пообщаться, Александр, все никак не удавалось. Вот хотел вас спросить. Вот если представить, например, ситуацию там 15-летней, даже 10-летней давности, я бы наверняка вряд ли мог бы себе представить, что кто-то из байк-сообщества придет в студию, и будет рассказывать о патриотизме, о том, как это важно, вот, национальное самосознание. Ну, потому что, в основном, это ассоциировалось все-таки с каким-то криминалом или полукриминальными структурами. Как удалось, ну, не то, что как-то все изменить здесь ситуацию, а сделать ее диаметрально просто противоположной? Слушай, ну, во-первых, Мотомир неоднороден, чтобы ты просто понимал. Мы представляем свою часть в этом Мотомире, патриотическую часть. То есть, понимая то, что наши корни исходят из России. Мы пережили в наших глазах, мы видели, как ломалась наша страна, как уничтожал Советский Союз. Потому что мы видели, как нас таким комарством и цинизмом обманули, по сути. По сути, и какое современное вранье вот этого нового мира, современного, где, значит, правит которым, по сути, мировая закулиса, мировое правительство. Оно, там, знаешь, коммунистам того времени, им очень было далеко до них, значит, и они не смогли бы конкурировать с ними никогда в этом вранье. Оно настолько цинично сейчас. Поэтому здесь, здесь то, к чему мы пришли, это тоже тут, это так, просто в наших глазах происходили исторические большие события. И нельзя сказать, что это мир однороден. Вот есть сочные волки, да, это одно. Это мы называем свой мир русскими мотоциклистами. Мы себя называем, вот когда, обобщая всех видомышленников, которые вместе с нами. Есть другое ведь, если ты посмотришь на Майдане, например, филиал отделения клуба американского «Бандидос», да, он, значит, это открытых в этих источниках, он снабжал Майдан оружием. Вот другой, пожалуйста, путь. И более того, под шумок, пока там была, начинался, в самом начале Майдана, под шумок они еще выполняли заказные убийства, убив там русского бизнесмена. А когда к ним на блатхату нагрянули с обыском, там обнаружили целый арсенал, как автоматического, так и не автоматического оружия. Даже гранатомет, даже почти 40 бутылок со смесью, то есть они с Макодельной и Молотова, они реально снабжали, снабжали, снабжали теми темами, которыми привыкли заниматься всю жизнь. Наркота и убийство, то, что могли. И эта тема не наша, эта тема даже, я думаю, что это цароушная вообще тема. Ну да, здесь на самом деле очень интересно. А у нас другое, другой путь. Мы нашли путь другой. Вот тот протест, который обычно представляет из себя любое байк-движение, мото-движение в тех же самых Соединенных Штатах, смогли направить в то русло, которое существует вместе с государством, которое борется вместе с ним за справедливость и за то, что должно вообще быть в сердце у каждого человека. Это факт. Мы боремся за свое выживание, чтобы ты просто понимал. И это единственный наш способ выживания, это вот то, что мы знаем, это быть вместе. Понимаешь, быть вместе. Это что на бытовом уровне, что на глобальном. Мы должны возродить свою страну. Нас не любят только потому, что мы стали слабыми. Вот как только мы станем сильными, как только мы вернем до уголового орла на нашей стяге, нас сразу начнут все любить. И будут любить. Они сейчас что-то сейчас, что тогда они будут нас ненавидеть. Но будут тогда нам улыбаться и будут нам аплодировать. Александр, давайте на этой оптимистической ноте сейчас закончим наш разговор, потому что мне уже предупреждают, что у нас ушло время. Я понимаю, что вы хотели сказать... Завтра приглашаю на байк-шоу, то есть на открытие мотосезона, а 8 августа на байк-шоу, на триумфальный байк-шоу «Горст-Севастополь». Спасибо. Я напомню, у нас в гостях был хирург, руководитель движения «Ночные волки» Александр Залодостанов. Еще он известен. Спасибо. Лидер мото-клуба «Ночные волки». Спасибо. До свидания.